Всем привет! Меня зовут Александр, и рад вас приветствовать на курсе лекции, посвященных языку программирования. Я хотел бы заранее попросить извинения за возможные технические неполадки, за оговорки о чемпиадке, и я постараюсь сделать так, чтобы к концу курса вы не отбили лицо вообще. Так, приступим. В первую очередь хотелось бы сказать пару слов о структуре курса, о том, что же вас ждет. Дальше перейти непосредственно к лекбезу, к вводной лекции, к лангу. Так, курс будет ставить из 7 лекций. Первая лекция — это лекция интро, в которой я хочу рассказать вам немножко о истории языка, о том, как он создавался. Следующая лекция — это лекция геймстартер, в которой я расскажу о том, как создавать модули ланга, функции. Я расскажу немножко о базовой теме, и мы перейдем к лекции номер 3. Это последовательно программированный язык и это немножко функционально программированный язык и ланга. После этого мы знакомимся с многопоточным, многопроцессным программированием на длинг, запуск расчетничества процессов, передача сообщений между процессами, возможно, дедлоки и раскондишен, которые могут возникать. Какие-то распространенные шутки. После этого будет лекция, посвященная тому, где же, как хранить ваши объекты и ланга. Это как персистентное хранение, так и непрсистентное хранение данных. После этого мы перейдем к очень важной части. Курс этого курса — это OTP, Open Click on Platform. Сейчас сложно достаточно представить какое-либо приложение, которое не использует набор этих абстракций. ОTP содержит ряд абстракций таких, как возможно сервера, сервер сообщений состоит там, конечно, автомат состоит там, сервер событий, event сервер состоит там. Это очень важная вещь в OTP — это супервизоры. Также некоторые абстракции приложения, в которые заворачиваются все ваши модули, которые представляют себя в конце концов и законченные приложения. После этого мы делаем достаточно интересную теме — это распределённое ирландо. Посвязываем ноды ирландо в класть, попередаём сообщения между нодами и позапускаем разные процессы с одной ноды на другой. Теперь непосредственно к тому, что же такое ирландо, чем он является и чем он не является. В первую очередь я бы хотел сказать, что ирландо — это самый простой язык, который когда-либо изучал, когда-либо писал. Ирландо создавался ирландо — это один из карибольных камней ирландо — это надёжность. Ирландо проектировался как систему, на которой будут написаны разные модули для телефонных свитчей, для телефонных оттесок. Поэтому надёжность — это очень важный элемент ирландо, из которого утекает такое понятие, как «фолд толерант». В рамках ирландо есть два термина — «фолд толерант» и «фейл толерант». «фолд толерант» — это ошибки программного включения, а «фейл толерант» — это ошибки железа, которые находятся под вашим программным включением. Ирландо проектировался так, что если что-либо пошло не так внутри вашего кода, некоторый объект Ирланга, некоторая боевая единица могла завершиться аварийно. В рамках Ирланга это называется «olated crash». После этого она перезапускалась процессом, который наблюдал за этой сущностью, другой сущностью, который наблюдал за этой сущностью, и рабоспособность восстанавливалась. Собственно, вот в сущности это себя представляют процессы. И это нас подводит к идее аккуратности Ирланга, построенного на модели акторов. Каждый процесс — это некоторая изолированная боевая единица, некоторый изолированный боевой объект, который используется в Ирланге. И все, что вы делаете, вы делаете только в рамках этого объекта, в рамках этого процесса. Процессы в Ирланге достаточно легковесные, и они не имеют ничего в обществе с процессами внутри операционной системы или с процессами для Java, Python, C и так далее. И если процесс падает, он не тянет с собой какие-либо другие процессы, и всегда может быть перезапущен супервизором или процессом, который наблюдает за этим процессом. Еще одной важной особенностью, которая легла в основу Ирланга — это простота развертывания распределенной связанной системы, DistributorLang. Это позволяет очень легко строить кластера на основании Ирланга и давать сообщения между нодами, а выполнять разные команды на удаленных нодах. Как, например, открыть файл на одной ноде и считать его через другую ноду. Или взять задачку, сформировать ее, отправить на удаленную ноду и получить ответ уделенную ноду, что уже все посчитано, вот тебе результат. Окей. Чем же Ирланг не является? Ирланг — это не серебряная пуля. Вам так или иначе придется программировать какие-либо задачи, что-либо решать. Ну, мозг придется так или иначе включать. Ирланг несложный. Ирланг учится от двух недель, от всяких проблем, и дальше можно читать и говорить со словарем, без каких-либо затруднений. Ирланг не синхронный. Многие считают, что Ирланг синхронный, но нет, это не так. А синхронный — это Node.js. Ирланг, на самом деле, он последний. Но так как Ирланг использует большое количество процессов внутри себя, снаружи может казаться, что Ирланг синхронный. Каждый процесс выполняет свою задачу, и снаружи кажется, что Ирланг синхронный. Но каждый процесс внутри себя строго синхронен. Он выполняет сначала одно действие, а другое третье и так далее. Один процесс может, скажем, заблокироваться на чтении сокета, но другие процессы никак не пострадают и будут дальше выполнять свою задачу. Еще одно распространенное мнение — Ирланг параллельный запрограммированный. Нет, это не так. Лишь относительно недавно в Ирланг была добавлена поддержка SMP. И, как правило, при неправильной архитектуре эта особенность снижает производительность, нежели она ее увеличивает. Так как, соответственно, накладные расходы на планировщик, на выполнение, на решедулинг. Поэтому, как правило, при большом количестве процессоров бывает проблема в том, что производительность начинает деградировать, нежели расти линейно. Поэтому функцию параллельности в Ирланге надо использовать очень аккуратно. Все-таки Ирланг не параллельный язык программирования, он построен на идее конкуренции. И Ирланг не является всем остальным. Ирланг достаточно плохо подходит как какая-либо числа дробилка, целых или вещественных чисел, как парсер строк по регулярным выражениям и так далее. Но если вы берете Ирланг, поменяете его в кластер и грамотно размазываете всю нагрузку в кластер по процессам, тогда Ирланг, конечно же, даст вам какой-то выигрыш. Но если вы будете программировать Ирланг так, как вы будете на Java, на Python, на C, на C-Sharp, никакого выигрыша вы не получите. Итак, как же, где же взять Ирланг, как же его поставить? Я вам предлагаю один из следующих вариантов. Вы можете поставить это через пакетный менеджер, либо зайти на сайт erlang.org, либо erlang.solutions.com и скачать там готовый пакет. Например, erlang.solutions.com предлагает уже готовые пакеты для всех операционных систем, и достаточно его скачать и поставить удобным для вас менеджментом пакетов. Там есть почти все образы для всех операционных систем, которые сейчас используются. Окей. Небольшое шоу, небольшая демонстрация того, что же из себя представляет Ирланг, и какие-то интересные функции, интересные совмести я хотел бы его показать. Итак, у меня есть небольшая заготовка, с помощью которой я хочу предместировать два достаточно интересных примера, которые, как мне кажется, достаточно неплохо раскрывают особенности erlang. Первый пример – это создание большого количества легковесных процессов. У меня есть анонимная функция, ну вот она, которая запускает n-ное количество процессов и считает время, за которое эти процессы были запущены. Эта функция анонимная присваивается к переменной spawn, и по имени этой переменной я могу называть эту функцию. Окей. Я планирую запустить Erlang с флагом plusp, который позволит мне запускать нужное мне количество процессов по умолчанию. В Erlang это 32 тысячи процессов, но я хочу запустить немножко больше, и поэтому я запускаю с флагом plusp и указываю миллионы. В правом окне, видите, у меня запущен htok, который индицирует загрузку процессора и оперативной памяти. Вот сейчас немножко памяти отведает процессора ClickTime, поэтому возможна некая просадка по времени при запуске процесса. Окей. Вот мы создали функцию, и я предлагаю запустить порядка тысячи процессов для начала. Ну, 50 миллисекунд – достаточно неплохая цифра для тысячи процессов. Надо, наверное, выделить здесь Erlang, чтобы лучше был его вид. Вот он в подсвечении. Давайте запустим чуть больше, скажем, 50 тысяч. Вот Erlang подпрыгнул до 98% и отпустил процессор 2 секунды. Достаточно неплохой результат. Давайте повысим ставки и запустим 100 тысяч. 100 тысяч. Хочу обратить ваше внимание, что памяти отведена так много. Вот сейчас это гигабайт 700 мегабайт. Давайте посмотрим, что после этого. Erlang в топе отведает оперативную память немножко и процессор. Ну вот. 300 мегабайт он занял на 100 тысяч процессоров. Достаточно неплохой результат. Если вам надо обслуживать большое количество клиентов, если ваша задача вписывается в задачу теории массового обслуживания и на каждой клетке идти поднять по одному процессору, идеально для этого подходит. Такой процессор стоит достаточно немного в рамках Erlang. Хорошо. Следующий пример. Стал уже достаточно классическим примером. Необходимо написать с помощью, скажем, в данном случае Erlang написать генератор последовательности чисел Fibonacci. У меня есть вот такой вот шаблон. Это на самом деле свертка, которая принимает нашу функцию генератор. В данном случае вот эта вот старт функция. И генерирует первое 100 чисел в последовательности Fibonacci. Если вы не знаете, что такое свертка, и вы не знакомы с функциональным программами, то ничего страшного. Я постараюсь об этом рассказать чуть позже, в ходе следующих лекций. Ок. У меня есть также анонимная функция, которая из себя представляет некий генератор этих чисел, она выдает сначала первое число последовательности и генератор. Потом вызывается полученный генератор, который выдает второе число последовательности и также порождает генератор. И так вот до n-ого числа. И вот этот генератор придается в свертку. Я планирую запустить эту функцию на той же ноле, на которой мы проводили эксперименты с процессами. и ее можно запустить. Отлично. Мы получили первое число Fibonacci и функцию генератора. И теперь дадим это все дело в свертку и получим первое 100 чисел последовательности. Отлично. Теперь, наверное, стоит показать более интересный пример с достаточно жизненный пример с распределенным орлендом. У меня есть две ноды. Нода n1 и нода n2. Они между собой пока не связаны в кластер. Достаточно просто понять, связаны ноды в кластере или нет. Есть такая команда nodes. Если пустой список, значит нода не связана в кластере ни с кем больше. Окей. Есть много вариантов связывания нод в кластере. Можно запускать команды на удаленной ноде. Можно через разные средства включать ноды. Можно через ping. Я планирую сделать это как раз через ping. Это более хорошо подходит для иллюстрации того, как это все дело работает. Есть такой модуль n2dm. И есть внутри этого модуля функция ping. Модули и название модулей функции слизывается в . Окей. И в качестве аргумента функция принимает имя целевой ноды, которую я хочу добавить в нашу кластер. Отлично. Мы получили в ответ ping, значит ноды связаны. Давайте проверим. Нода n1 видит ноду n2, и нода n2 в свою очередь видит ноду n1. Это значит, что ноды у нас связаны в кластер. Мы можем на одной ноде выполнить команду, простите, выполнить ее на другую ноду. То есть одной ноде запускать команду на другой. Давайте пока делаем то же самое с нашим генератором последовательности чисел Fibonacci. Запустим генератор с ноды n1 на ноде n2 и получим вывод на ноде n1. На ноде n1 я объявляю функцию start. Вот она у нас здесь есть. Но на ноде n2 никакой функции start нету, нода не знает, что функция start. Отлично. Берем наш генератор и запускаем пока локально. Смотрим, что все работает. Отлично. Для запуска командно-удаленной ноды используется модуль rpc и функция call. первого аргумента принимает имя удаленной ноды, на которой мы хотим выполнить команду. Далее идет модуль и функция, которую мы хотим выполнить. Наша свертка. И аргументы этой функции, аргументы свертки. И аргументы передаются в виде вектора. Вот эти вот... Вот этот вот аргумент. На самом деле функция. И тайм-аут. 505 тысяч миллисекунд. Отлично. Команда запустилась на ноде n2, но вот пришел на ноду n1. Также мы можем попросить ноду n2 посчитать нам что-либо. Ну, можем попросить его сказать нам какое сейчас время на этой ноде. И сразу мы увидели ответ. Ну, наверное, на сегодня все. Большое спасибо.